Наша партия провела пленум и семинар о проблеме информационно-пропагандистской работы в условии гибридной войны. Результат этой гибридной войны мы увидели в субботу и на площадях в улицах российских городов. Довольно подробно Киселёв, один из талантливых журналистов, осветил это на «Россия-1» своей итоговой воскресной передаче. Показал три сюжета, показал, что из себя представляет Навальный, но утаил одну очень важную деталь, которую надо подчеркивать в любой сегодня передаче. Господин Навальный – это зажигательный снаряд, который спецслужбы запустили непосредственно в нашу страну для того, чтобы спровоцировать российский Майдан. За этим, кроме провокаций, ничего не стоит. Причем очень важно было показать и Ельцкий университет, где сидел Навальный вместе с Акашвили, показать, какие задания и какие упражнения они там готовили. Подробно рассказать, как складывалась его судьба. Он показал Киров лес, а у нас Кашин ездил специально, будучи руководителем комитета, изучал эту проблему. Они вместе с Белых организовали уголовную группу, которая вообще, говорят, торговала лесом и засовывала деньги в карман, за что вполне законно получил 4 или 5 лет. Тогда на этот суд приезжали представители из американского посольства и шведского. Но, видимо, одна из башен Кремля и те покровители, которые и сейчас способствуют раскрутке этой персоны, для того, чтобы спустить пары и одновременно продемонстрировать столкновение двух кланов буржуазных, которые делят власть, они тогда заставили выпустить его на следующий день по тому же суду и привезли в Москву. Вот эта страница была полностью упущена. А в Москве тогда были выборы мэра. Мы выдвинули кандидатуру Мельникова, талантливого руководителя нашего, человека с безупречной репутацией, прошедшего чудную школу парламентских деятельностей не только у нас, но и в Совете Европы. Собрали подписи, одновременно все сделали для того, чтобы подготовить реальную программу. От города проблем к городу успеху. И, видя, что наша программа получает поддержку, срочно выдвигают Навального не в противовес власти, а в противовес патриотическим силам, которые реально предлагали бороться за город будущего. Когда ко мне прибежали представители, в том числе и партии власти, а я Москву 30 лет курирую, говорят, что происходит? Нас заставляют собирать подписи за Навального. Я говорю, ну вот, вся лживость этой политики налицо. Самое любопытное, тогда Навальный собрал, по-моему, миллион 800 тысяч подписей, вернее, голосов в Москве на выборы. Вот теперь эта раскрутка продолжается. И раскрутка, причем, делается весьма профессионально. Я это видел в Чехловакии и в Румынии, видел в Югославии и на Ближнем Востоке. Ходил и объяснял и президенту, и совбезу, и правительству. Да, ваш курс нам не нравится. Да, вы неправильно действуете. Да, вы сами создали условия для того, чтобы молодежь и студенты вывалили на улицу. Вы не слышите матерей и тех, кто сегодня остался без работы. Вы не слышите детей войны, которые получают жалкие гроши вместо поддержки. Вы даже не провели амнистию тех, кто сидит сегодня в российских тюрьмах по надуманным предлогам. Вы даже не пошли нам навстречу для того, чтобы отвязаться от совхоза Ленина, 700 судов прошло. Не реабилитировали Бессонова, которого 9 лет гоняете по просторам страны. Вы засадили в тюряху, в ту же матросскую тишину, сына Левченко, для того, чтобы парализовать одного из крупных руководителей. Но одновременно подняли вой и хай относительно Навального. Причем так организовали информационные сопровождения, что диву даешься. Одновременно ставилась задача пролить первую кровь желательно молодых детей и школьников. Подготовили 37 групп, которые в этих городах устраивали нападение на силовиков. Ну, вообще-то говоря, эту картинку мы хорошо видели недавно в Белоруссии. Подготовленные люди специально. Вся режиссура, весь сценарий руководился из Берлинского обкома. Сидели двое молодых людей, которые говорили, куда надо идти, к Манежу или к матросской тишине, которые дирижировали, наставляли, а все их руководители, их никого не было. Один сидел в матросской тишине, а второй где-то в Риге, третий еще где-то. Вот вся эта шкурная публика, которая решила из нашей страны организовать очередной Майдан и прикрыть все воровство и насилие, которым занимаются олигархи и все это жулье вместе взят. Правда, у Киселева был очень любопытный сюжет показан, я не знаю, кто ему дал. Бастрыкин проводит совещание и распекает своего следака, который выпустил Навального. И говорит, кто вам звонил, кто это делал. Вот я настаиваю, чтобы Государственной Думой и Совет Федерации создали специальную комиссию и расследовали то, чем занимаются ЦРУ, МОСАД, МИШЕСИ или БНД, это займется нарыжкой. Они знают, они опытные люди. Но расследовать, кто у нас организует эту провокацию, кто за этим стоит, почему втягивают туда детей. Еще раз хочу сказать, я видел, когда готовил фильм «Освобождение Орла и Орловщины» после разгрома фашиста на Орловско-Курской дуге, мне дали все архивы, можете посмотреть блестяще сделанный фильм. Когда уже Берлин брали, Жуков отдал приказ вместе с Сталином. Гитлер ходил и хлопал ладошкой по щекам юнцам, которым 14-15 лет, и раздавали фаустпатроны. Они должны были из этих фаустпатронов стрелять из домов, из подъездов по нашим советским солдатам и нашим танкам. Ребята всю войну прошли, решили их убить в Берлине после того, как они освободили всю Европу и весь мир от этой фашистской чумы и проказа. Вот очередные хлопальцы пришли, и пацанов загоняют туда, и оправдывают, что это хорошо. Я смотрел их всю переписку. И весь этот репортаж специально посмотрел. Я обращаюсь к нашим журналистам. Не помогайте этой сволочи. Вы первые будете расплачиваться. Посмотрите, что было на Майдане, на Украине. Посмотрите, как эти мерзавцы душили и уничтожали ту же самую братскую Беларусь. Я на Киевский Майдан посылал целую группу. Сегодня могу вам сказать, поехал на закрытие финала Олимпиады, но вынужден был на военном самолете летать, спасать своих людей, которые там были. Они видели, как американское посольство раздавало деньги. Видели. Раздавали учителям, классным руководителям, руководителям студенческих групп и так далее. Видели. Видели, как все это подкупалось, делалось, как это все. Видели, как расправлялись, как избивали. Мы сожгли на следующий день офисы нашей партии, всех, кто противник. Загнали, выгнали из парламента. Некоторых вывозили мы оттуда лечить в наших больницах. Я не хочу, чтобы эта трагедия повторялась в нашей державе. Мы не разделяем этот курс и эту политику. Мы предложили иную программу. Мы уверены, что можно решить эту проблему нормально в ходе выборной кампании. Поэтому, внимательно изучив и следовав в ходе пленума, мы опубликовали материал. Он связан с вашей деятельностью. Почитайте, он вам будет очень полезен. А тем, кто встроился в хвост дядю Сэму, хочу еще раз напомнить. Когда либералы приходили в Россию к классе, то они первые, что делали. В январе 22 января 1905 года Поп-Гапон привел и расстреляли. Почти 200 человек погибло. Либералы потом услышали манифест царя и были радовались им. Думу открыли. А рабочих расстреляли. Коммунистов сослали. А некоторым пришлось бежать из страны. То же самое было после февральской революции. Ленины искали всех большевиков, хотели расправиться. А Ленин с Сталином спасли страну. Но Сталину, обращаясь к Путину, хватило ума. Хватило воли. Хватило анализа. Когда увидел, фашисты пришли к власти, помирился с казаками, с кулаками, с буржуями, с теми, кого обидела советская власть, с священнослужителями, исплотив страну, одержал великую победу. И сегодня, как сражалось новое молодое поколение за родную советскую власть, надо смотреть фильмы Брестская крепость и Зоя и делать из этого далеко идущие выводы. А с этой ЕГЭ, с этим обучением, с этой программой, с этой паскудной политикой, когда выбросили молодую гвардию, как закалялась сталь, выбросили Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева, Шолохова и затаскивают туда эту самую жириновщину вместе с теми, кто все орет о ГУЛАГе, сами превращают в коррумпированный ГУЛАГ свою страну и удивляются, почему выходит народ и возмущается этим. Народ возмущается курсом и политикой, но мы должны все сделать, чтобы достойно и мирно решить эту проблему на предстоящих выборах. У каждого гражданина есть такая возможность. Настаю, чтобы вы ознакомились с нашей программой и нашей политикой. Она конструктивна и созидательна. Спасибо.